1 глава 9 10 стих в этих стихах содержится вот такая рамка да вот богословская рамка отзвук павловой проповеди и павлова евангелия мы чуть по ходу с каждым посланием будем как видеть как она расширяется уточняется но здесь такая вот видим рамка к вот парадигма куда бы мы не пришли эти павел такая куда бы мы не пришли всюду нам рассказывают о том какой прием вы нам устроить такая идет информация об этой церкви все там слышу там просто все в шоке от этой церкви ну вот в чем суть модели о том как обратились от идолов к богу чтобы служить ему живому и истинному богу и ждать с небес его сына которого он воскресил из мертвых иисуса избавляющего нас от гнева грядущего суда то есть вот примерно такая рамка да то есть вот такая вот рамка что фессалоникийцы будучи раньше вовлеченные и посвященные разным богам идолом а за этими посвящениями служением могли стать как и стоять какие-то этические практику нормы до действия поступки иногда некоторые философские системы греко-римского мира они были очень высоко моральные там вот стоики все они там были там за мораль а некоторые культы мистерии достаточно там были прикольные кошмарные вещи то есть люди вовлекались такие безнравственные вещи что по сути поклонение идолу это вот пример там очень модный культ был малой азии на раунд дошел и до фессалоник поклонения дионисию до или так называемые вакханалии или баху то есть в римском варианте это вакх отсюда вакханалии и суть этого поклонения мы потом колоссянам и эфесянам увидим в дионисии бог вина виноделия там по-моему да и значит устраивались ну так вкратце симпозиум 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 но не эти как сейчас научные симпозиум а вот и на этом все этих симпозиумов было серьезное возливание значит горячительных напитков так что доходили до состояния вот вы сейчас энтузиазма вот это энтузиазм это когда уже 4 уже все это вот и это очень почему павел эфесянам что не упивайтесь вином а исполняйтесь духом да то есть она в контексте так же важно и то есть люди это не просто такой каждое поклонение к идолу вовлечения какие-то мистерии или книги то есть они были связаны с тониной практикой культовой или моральными какими-то последствиями и вот вы отвернулись до обратились от идолов принципе от прежнего образа жизни до к богу живому истинному богу который который будет однажды судить мир до что какой-то гнев грядущего суда до в конце 10 стиха то есть у истории есть какой-то конец этот бог живой истинный подверг и суду всю вселенную это по сути проповедь апостола павла в афина помните тоже вела суде история закончится греко-римские лиги не знали такой концепции суда вселенной но тем не но павел что он подверг и суду избавить этого суда может вера или жизнь иисусе христе и вот через иисуса христа который он воскресил бог избавляет людей от грядущего гнева то есть уже видим такую рамку рамку да такую модель которая по сути основанием является богословия проповеди и так далее так далее павловых писем хоть о степени нового завета всего богословия от нового завета что касается визи ним бог да что касается бога бог павла отличается от богов греко-римского мира и греко-римских религий культов и также он отличается от бога философии то есть где-то философы нащупали первопричину еще вот у аристотеля есть перводвигатель то есть или у стоиков этот логос который вот устроил где-то они вот нащупывали на этот бог отличается от безличных каких-то сил начал первопричин абстракции философских он живой и он истинный и более это бог израиля то есть бог который близок к людям бог творец неба и земли но бог и завета с бог и павла который он очень отличается и вот он рад что вот они обратились от идолов пришли к живому богу к истинному и теперь они ждут они часть новой истории ожидают ожидают парусию до возвращения его сына и это будет день гнева в день суда но для некоторых возвращение иисуса христа это надежда мы будем дальше вот это то что радует для других это будет немножко проблемно здесь видно что иисус посредник между богом и людьми и вера иисуса есть избавление от идущего суда вот маленький маленький фрагмент маленький текст но уже видно его скажем такой план до план пункты того о чем он постоянно говорил проповедовал и учил нам-то конечно христиану сказать да что то такого но мы это знаем через проповеди там книги до катехизисы богословия но еще раз повторяю это то первый текст первый фрагмент по которому мы можем видеть из чего состояла проповедь про воздействие апостола паула с какой была рамка да какие основные пункты какова картина мира через эту проповедь предлагалась вот той картине мира в которой жил человек а в этой картине были иглы был мир построенный греко-римскими религиями или философии таким образом видим что мы не просто проповедуем там какую-то истину ли какие-то принципы жизни мы предлагаем этому миру совершенно другой взгляд на вселенную на мироздание на историю другое мировоззрение вот почему нужно видеть такую целостную картину да немножко можно видеть в этом послании что павел говорит о христе христология этого послания иисус назван здесь господом кюриусом и здесь уже немножко напряг потому что это может резонировать с тем что цезарь есть кюриус господь цезарь называется господом делали это павел специально чтобы потрясти римский мир скорее всего нет но это типичная уже стала традицией христиан иисуса называть господом и это часть исповедания иисус господь и павел конечно напишет что никто не сможет назвать иисуса господом то есть иисус господь одно из первых исповеданий это означает и царь это означает мессия царь но также может означать потому что в септуагинте на имя священное имя яхве переводится как кюриус господь и здесь уже выход на новую такую высокую христологию но пока что в этом послании высокой христологии да вот и еще пока нету из иисус есть посредник между богом и человеком иисус есть образец страданий то есть больше такой акцент павла на историческом иисусе но в первых стихах мы читаем от павла с сирвана и тимофея фессалоникийской церкви принадлежащий богу отцу и господа иисусу христу иисус стоит уже рядом вместе с богом отцом и он есть источник то есть он есть тот кому принадлежит церковь и вот здесь вопрос а кому больше да так богу отцу или иисусу христу видим что здесь павел когда так особо не это самое вот богу отцу иисусу христу принадлежит иисус хрисус на наряду с богом отцом есть источник или причина существования этой церкви он также глава апостольской миссии 3 11 мы читаем так пусть сам бог наш отец и господь наш иисус направят наш путь прямо к вам и опять вопрос да так бог отец или иисус христос вот просто вместе так пусть бог и отец она а наш отец и господь наш иисус направят наш путь прямо к вам он есть глава вместе с богом отцом есть глава миссии то кто направляет видим несколько случаев помните однажды павел хотел пойти васю но дух запретил да здесь уже видим что павел себя ощущает и то чтобы ощущает он самого начала это понимал и здесь увидим что направляет ноги благовестника направляет пути миссии направляет направление распространение царства божьего сам бог ну тут может быть такие вопросы для нас практически а что если мы сами пошли и что-то сделали сбываю так уж отстали пошли и наделали как иисус говорит мало делателей там а если шутка ну много деятелей вот мало делатели намного деятелей то есть нас очень много деятельности очень много проектов мы их делаем и они проваливаются эти проекты вначале это все флаги крики и все класс это бог нас ведет потом но тут мудрость должна сбывается простая обычная мудрость что конец краше начало и вот интересно что казалось бы что иисус проиграл когда он был арестован схвачен бывает так что мы проигрываем маленькие войны маленькие сражения а выигрываем целую целую войну где-то вот так вот у бога кажутся какие-то проигрыши какие-то вот нюансы и мы это может нас так действительно пугать меня сколько раз я в такую депрессию подал что-то не получается что-то не так развивается что-то проигрываешь если в этом смысл когда понимаешь что принципе если я участвую в этой одной большой истории в одной большой битве бита будет выиграна где-то я может быть проиграю на каком-то маленьком бою маленьком сражении то есть это бывает и видим павла не несет а гладко было что иногда вы читали книгу дневник андриана плаца найдите прочитать это небольшая тоненькая книга дневник андриана плаца у меня есть в электронном варианте я могу дать но она где-то продается да да могу книга это сатира христианская сатира написано английским каким-то по моему англичанином христианином такой евангельской церкви такое знаете по моему даже харизматическое такое не знаю но столько много сатиры я эту книгу как накупил я руш это лидером нужно прочесть вот здесь и такой жанр знаете мне нравится такой жанр как вот вы читали книгу хижина тоже мечтали а это художественная такой одну я вам вышлю дать вам значит адриан пасы и вот показывается человек простой верующий он такой вскованный у него какие-то комплексы есть он боится идти на благовестие и говорит что я пойду на благовестие уличное если то есть бог мне об этом скажет как мне скажет об этом бог если в 9 часов ко мне в дом постучится карли в форме японского адмирала значит я должен идти на благовестие такой форме это то написать свой дневник и показывает нас изнутри то есть внешне мы такие все христиане там какие все огненные пламенные внутри у нас много баре не и вот он говорит я пошел книгу не там какой-то лидер посоветовал купить и книги такого ну там какой-то модный такой спикер там или проповедник какое-то служение я пошел взял эти книги начал читать я понял что новый завет это всего лишь скромное введение великую славу брата проповедника джона иногда эти проповедники такие блестящие что слава апостолов она просто меркнет и он так это тоже ирония что ли ты понял что новый завет это всего лишь приготовить нас вот к тому успеху тому величию великолепию служения этого там брата джона там билла то есть ну понимаете да вот сейчас эти телевизионные все классно ну так апостолы вообще просто так дети там что жда да и вот у апостола павла видим огромная убежденность что его путями управляет бог и опять же мы опять вместе бог отец иисус христос во второй во втором писала ники сам 2 16 иисус назван даритель и утешитель надежды 2 2 16 и вот мы видим что вот этот вопрос надежды очень важен одно из ключевых слов здесь наверное в этом послании или одно из одна из ключевых проблем это надежда это очень важно вот особенно когда мы смотрим пастерские какие-то импликации или пастерское богословие вот этих посланий что вот он павел ставит очень чуток надежды на что надеяться на что надеялся чек когда жил в мире идолов каждого человека есть какие-то надежды из какая-то жаждой помните в послании к коринфянам 13 главе такая пиковая глава вообще это а ну вот а вот сейчас есть три до вера надежда любовь возник больше но надежда включается в эту триаду как очень важная вещь там мы будем говорить об этой ариторики о дискуссии потому что очень важно это послание первой коринфянам прочесть ну я без пафоса что вот мир не знал пришел бермос и рассказал правду но тем не менее там есть интересные вещи которые иногда могут пока мы правильно понять павлову риторику так вот надежда очень то вещь которая всегда с нами надежда это не то что можно запомнить либо она есть либо ее нету но и она умирает последний все умирает при причем человек вообще умрет умирает надежда не какая-то физиологическая или биологическая функция когда такая очень внутренняя экзистенциальная да вот такая вот составляющая нашей личности вот на земле да она умирает последний ключевое слово надежда особенно важно для того как вы хотели пастырскую такую сторону да вот павлова переписки как миссионера благовестник или только там апостола богослова на 3 пастора лучше все послания павла они пастырский ориентируют они имеют первую очень пастырскую заботу да а тех кому он пишет и поэтому здесь иисус есть даритель и утешение и надежды 16 до не 2 послания на пусть сам и пусть сам господь иисус христос и бог наш отец полюбивший нас одаривший по своей доброте бесконечным мужеством и доброй надежды вселяет мужество ваши сердца и укрепляет для всякого доброго дела и слова 16 17 2 я упустил эту дискуссию по поводу второго послания к салоникицам в новозаветней науке исследования павла есть такое понятие как второпавловые или ну послание некоторые ученые сомневаются в том что второе второе пессалоникийцам колоссянам ефесянам принадлежат до павлу идет дискуссия не умолкает продолжается вот есть сторонники как то и как и это и взглядом поэтому я миную эти все вещи мы рассматриваем как как она вот один вид благословия да то есть павловская а и и пастырские послания 1 2 тимофею дискуссии идут идут опять 16 стих 16 на пусть сам господь иисус христос и бог наш отец опять они вместе как возникает вопрос так тоже из них больше где мне больше обретать надежду то мне дает больше утешения бог отец и иисус христос павел нам выбора никакого не предоставляет и господь иисус христос и бог отец бог наш отец все но в целом в этот мир приходит надежда в этот мир приходит утешение это очень видно важно для адресатов для тех кто слушал павла для тех кто читает его послание это послание колоссянам поставьте вы потом его после обеда были хорошо он образец страдания как представитель божьего народа наряду с пророками апостолами и фессалоникийскими верующими это первые салоникийцам 1 6 2 15 здесь павел показывает что есть показывает пример они находятся в страдании но наш господь наш мессия наш сарь он сам образец сам первый кто показал что спасение в этот мир пришло через страдание его бог говорит языком жертвы не языком текста вниз не языком закона не языком какой-то абстрактной истины а языком любви языком жертвы он пришел этот мир и позволил вот такой вот поэтому это тоже есть одно из таких ободрений или примеров для церкви фессалоника которая подверглась гонения 5 глава 10 стих и 17 его страдания имеют все-таки большую значимость чем обычные страдания людей благодаря этому верующие обрели вечную жизнь с ним вот здесь формируется это вот в этой карте мира надежда и вечная жизнь является теперь надеждой воскресение вечная жизнь есть то что дает утешение и надежду поэтому павел так здесь такая христология учитывает иисуса истории потому что мы дальше будем колоссянам или то есть там такой христос веры превознесенный христос такая высокая христология здесь такая вот еще иисус исторические страдающие он в истории он как мы о святом духе здесь павел также пишет первом стихе в первой главе 5 стих первого послания потому что радостная вещь которую мы принесли явилась вам не только в словах но и как сила святого духа как глубокая убежденность в ее истине евангелие приходит всегда с действием святого духа и павел и что это проповедь это евангелие оно пришло не просто как слова да не просто как какое-то учение оно пришло в силе святого духа интересно что дальше мы не знаем то есть как проявлялась да это сила святого духа были ли там чудеса скорее всего были это исцеление но вот из этого стиха видим четко как глубокая убежденность в ее истине что в первую очередь святой дух делает нас убежит дает нам веру и убежденность в истине понимаете да то есть мы можем просто представить себе что там было что там делал святой дух но в данном заявлении павел связывает что пришествие его проповедь пришествие слова до проповедь его было в силе святого духа и как убежденность нее истине это тоже параллельно с посланием корид напомните что никто не может назвать иисуса христа как господа то есть убежденно в этой истине кроме как силы святого духа если святой дух не то есть поэтому в первую очередь мы можем опять же всем все могло там происходить но в первую здесь очень важно что сила святого духа приходит и делает нас убежденными в истине понимаете да вот нет это это очень важно потому что мы можем видеть плоды думать да увидеть насколько человек по-настоящему там из полна святым духом все убежденность в истине убежденность в мире по сути это есть первое основное действие духа потому что не иначе наша как можно грешника смирить даже того что не может не можете признать его господом если не святым духом ведь это же не просто сделать какое-то интеллектуальное какое-то заключение умозаключения иисуса господа может назвать то угодно он там идет там какой-то пьяный иисус господь да аминь там и пошел да какая разница в убежденность какая разница в вере а чокая разница потому что признать иисуса господом признать его владычество его власть над собой а это вопрос не только ума это вопрос нашего сердца кто может сломать наше сердце кто его разрушит кто его может сокрушить сила святого дух понимаете почему мне вот очень важно это видеть павла проповедника действующие в силе что сила святого духа делает чека убежденным в истине то есть в истине евангелия поэтому это вот для меня такой как для пасты проповедника до 1 такой вот заметочка дочек не может рассказывать все что угодно какие у него там проявления чудеса там сны снятся у меня просто были такие рассказчики я вижу насколько человек убежден истине и утвержден в истине евангелия это это не все но это очень важное начало очень важное проявление святой дух освящает вторая второе к салоникийцам вторая глава 14 стих для этого он и призвал вас радостной вестью евангелия которые вы которые мы принесли вам разделить так что то у меня что-то лету перепутал может три сейчас два чемпионата тут у меня ошибочка произошла второй главе тринадцатый ссылка 1 5 первое и салоникийцам 1 5 2 второе салоникийцам 2 14 а да все правильно что ты то я не туда почитал для этого он и тринадцатый нет тринадцатый а мы должны всегда благодарить за вас бога братья любимые господа ведь бог избрал вас чтобы вы первыми достигли спасения благодаря духу который освещает вас и вашей вере в истину вот опять смотрите чем связан дух с освещением и верностью да действие святого духа направлено в первую очередь чтобы изменить наше сердце изменить наше отношение вот это вот мы чуть дальше будем говорить о противопоставлении плоти и духа да и надо си на дальний перевод нас ставит дух пишет дух с маленькой буквы там где следует писать большой потому что это вопрос антропологии да то есть есть такой понять у нас где природе там дух наш борется с нашей плоти у нас внутри конфликт на самом деле я верю что у нас борьба не внутри не вне внутри да хотя у нас есть поэтому это боремся да у нас общая борьба с богом с его духом ну вот мы потом это поговорим так вот смотрите здесь дух внутри центре вот такого действия как освещение да то есть понятно что бог из избирает нас избрал дает спасение и это происходит действие святого духа затем дух совершает нас освещение и это параллельно вот верности иногда вот есть такая проблема святостью ну как проблем у вас всегда проблема святостью мы не знаю как у вас на 8 праведность мы так описываем святость одно там духовность то 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 верность то то есть если мы соберем что это в принципе разные языки которые описывают одну и ту же реальность потому что вот много книг там докторе на освещение допустим раз раз там я сам помню и когда учился общались и в церкви там помню это мы сейчас об этом поговорили а сейчас вот самое главное опашу освещение что такое освещение и мы как завороженные молодые верующие такие так знаете самое такое сакральное самое такое ну какая то новая ступень там в йоге там или христианской еще что-то знаете это это освещение или там и как и исполнение духом да тоже так думаешь о какие то области оказывается все гораздо проще ну не проще быть святым смысле а в понимании святости и освещение освещение это по сути ну они приводят как по освещение себя богу но скорее всего идет речь освещение как о внутреннем состоянии святости но чем если отличается ли святость отправились отличается ли святость от духовности по сути это понятие и термины одной и той же реальности которые можно свести двум или как какому такому заключению что как духовно как праведно как освещение это суть достижения одного наша зрелость в любви богу и ближние и когда мы уберем вот эти вот наслоение всяких слов терминов которые принципе создают только у нас какие-то такие сакральные вибрации в уме и сердце мы поймем что задача очень проста поставлен на бог об этом все тора и пророки что мне делать что умеет жить здесь узнаете любить бога и ближнего и все святость просто когда мы говорим о праведности это слово взято из одного контекста из контекста послушания закону да я праведный то есть я поступаю по закону или как законопослушный освещение взято из контекста культовой практики где какой-то предмет освещается или действие но по сути потом уже прошла трансформация в понятие святости и освещения просто каких-то внешне а а внутренней составляющей сути это движение на одну и ту же вершину мы зреем нашей любви к богу и ближним в этом вся святость и праведность и духовность ну я так думаю и тогда мне проще потому что для меня были вопросы как мне ты учишь не церковь освещению нет ты должен учить хорошо я съел начал чесать бутылок а что это такое когда ты читаешь смотришь чуток это понятно но тяжело сделать я я согласен понимаете это черти тяжело сделать то есть святость быть святым нелегко но понимание святости иначе тогда бог нас так запутывает что мы сидим надо там не знаю там поэтому я очень так просто подошел может быть по грешному но освещение и святость это движение наше преображение в христа а значит очень просто наша зрелость любви а любовь это все есть вера надежда любовь любовь из них больше поэтому вот святой дух дает нам такую способность к освещению к верности достигать этой любви потому все его плоды и проявление мы будем дальше видеть когда коснемся посланиям комитет его дает бог первое христиан 4 8 ведь бог нас 7 8 ведь бог нас призвал не к тому чтобы мы жили в нечистоте но призвал к святости следовательно тот кто отвергает это не человека отвергает а бога дающего вам святой дух ну это простые для нас такие вот уже вещи но опять здесь святой дух замешан с такой вот противостоянию нечистоте и святости да еще когда мы говорим о святом духе мы чаще всего удрение ставим на слово дух ну святой ну от если поймем нашу надо поставить акцент на со святости и святом духе что он святой уже сложнее есть да следующий пункт будет еще послание это же послание 5 глава 19 стих духу нужно позволять проявлять себя в общине духа не угощайте до заканчивается духу нужно позволять конечно такой нонсенс мы позволяем духу себя проявлять он по сути должен царствовать он хозяин но вот сама фраза духа не угощайте такое впечатление что можем можем его угощать его действия его присутствие поэтому дух нет необходимая составляющая до сила по сути мы им рождены мы им тоже живем и движемся то есть он создает он делает из нас церковь превращает нас какой-то организации корпорации секты клуба религиозного там все что мы можем собраться под какие угодно поводу дали случаю то есть мы можем вообразить себе что мы церковь мечтать придумать себе там нас даже будет печать что мы церковь потому что нам дали органы когда-то там госбезопасности сейчас министерство юстиции да но не того что минюс дает нам свидетство регистрации печать мы становимся церкви потому что мы запечатлены с святым духом вот почему мы с вами можем быть церкви поэтому он должен полноправно действовать и проявляться в общине об этом поговорим больше когда павла с каринской перепиской сутроне поэтому жизнь со христом несет какие-то какую-то надежду какие-то блага тем кто отвернулся от идолов да вот в этой церкви и вошел новую жизнь 413 верующие выделяются как те которые имеют надежду и утешение братья мы не хотим чтобы вы оставались в неведении обусопших не горюйте о них как остальные люди у которых нет надежды и интересно правило что вот ним не печальтесь да как те у которых нет надежды жизнь со христом дает какую-то очень серьезную надежду и утешение это утешение и надежда есть воскресенье из мертвых вечная жизнь и христос придет за своими верующими в этом вот посажешь 1618 видим разворачивается такая картина а когда я пришел впервые церковь это в 90-х годах это была баптистская церковь тогда все церкви это понимаю жили в таком апокалиптическом ожидании что вот-вот уже придет христос и пришествие христа была такая надежда ну питала многих были проповеди помню там было модно толковать книгу откровений проповедовать было модно на пришествие христа почему потому что рушился мир то советская система которая подавляла церковь а молились многие церкви и вдруг она рушится по сути когда рушится вот такой мир рушится и наш мир как бы как бы может быть не было не то чтобы там ненавистно но не тяжело да там церкви жить в этом мире но он рушится и вроде бы класс но с другой стороны многие верующие ощутили какую-то неуверенность потому что в новом мире надо как-то адаптироваться и жить отсюда такой был всплеск таких вот апокалиптических ожиданий вот все вот-вот когда даже речь шла каких-то пяти десяти годах это серьезно когда орех говорили ну подожди то может быть или через лет двадцать и что и пятьдесят даже не думай так думать не смей так думать вот вот придет христос мы даже до 2000 года не доживем то есть это были реальные проповеди реальные ожидания правда тех кто так очень экстремально об этом проповедовал все переехали на пмж в штаты это шутил или хотите так беспроблемно уехать начните повелать о пришествии так это помогает я помню почти все проповедники экстремально об этом проповедовали все уехали я не против миграции драма так как-то но мне было удивительно я пришел только в цель когда такая надежда у меня экстремальное желание проповедовать почему все разъезжаются учителя апокалиптики главное то есть меня вот это вот немножко я был неверующим работал когда на железнодороге у меня один коллега ты молодой давай я действительно тогда было легко 90 году он уехал дал мне все эти анкеты я там заполнил я ездил одесса москва поезд отправил там посольство ждал там то есть где даже были такие не был там турции помню в польше думал все вот еще раз я вы я просто желание уехать просто 90-е года такое все вот непонятное мне так хотелось куда-то уехать просто явлюсь другом своим поедем давай в польшу и там останемся он такой сварщик или ты будешь руками я буду мозгом как-то так вот как-то выкрутимся в общем было все тут идут я уверовал для меня это как-то стал вопрос что ну все круто даже можно сейчас проповедовать там доказать и христианский романтизм такой вот экзальтация всем этим тут еще плюс христос придет нужно быстрее людей же нас спасать пока не поздно а потом нет сейчас мне тоже интересно с этой планеты наберу ли не беру с этим майя календарем проповедники снова эту тему подняли давайте уже доказывать что вот это и просто с ума сходят а если нас там году ничего не будет и они просто врали своей церкви ну понимаете но здесь павел это ставит мне какую-то страшилку дали какое-то вот что вот бы он это ставит как величайшую надежду и утешение потому что в том мире где правят идолы в том мире в котором они жили надежды никакой нету боги греко-римские не предлагали никакого спасения никакой надежды они вообще были очень далеки было по барабану все такие вот проблемы человек здесь они вот по вере в христа обретают эту надежду я вот тоже вспоминаю сейчас может как там меньше мы говорим о вечности вечной жизни о возвращении христа вы как-то стали очень такой церковью очень земной земной в том смысле что очень сильно сосредоточились на делах вот вот сегодня не вот сейчас может того что сильно активно такие вот и как-то я вот по себе начал замечать утрачивается это вот это эсхатологическая такая вот 0 и небесная перспектива то есть как-то вот я даже в одно время начал сидеть думать на другу кризиса него возраста сижу думаю кто не успел то не успевают как-то так такой знаете вот знаете что-то депрессия такая съедать я перестал ощущать вечность то которое было у меня раньше то есть когда я видел и это меня так воодушевило первых это сняла как вот только человек который не верил начал верить это вот действительно вот это вот какой-то вопрос жизни да вот этот появилась надежда не только на спасение ну просто как бы отсюда видение в вечной жизни да то есть видение чего-то это для меня был очень такой ошеломляющий опыт то есть ощущение в себе вот часть вечного до такого что в тебе бог тебе спасение в тебе святой дух и такие перспективы вечности что даже в свете этой перспективы меркнули все земные какие-то проблемы а потом как-то она все зашорилась закопошилась там то по церкви дома в семье там то не хватает то хочется то и как-то постепенно не знаю вот уходит взгляд сюда и вот это послание она дает вновь вернуть нам христианам хотят заметить это послание послание с самым только может быть начинающие верующие которые только начали жить да и может быть когда мы его читаем нам нужно снова вернуться в это наше начало христианской жизни это вот это вот начало ну салюта христа да в нашей жизни когда вдруг небо озарилась да вот нашего нашего сердца ума такими вот красками взрывами когда вот праздник вечности да мне за это мои были такие эмоции вдруг во мне ожил я понимаю что если я слишком стал сложный мне нужно перестать читать сложные послания или сложные книги нужно вернуться сюда упроститься и ощутить что это моя надежда что это мое утешение во христе на вечную жизнь что мой мой страх моя проблема не просто смерти страх смерть уже иногда хочется умереть уже быстрее а страх что вот время как-то ускользает она уходит и нет никакой надежды что стоп для из вечность это не означает что нужно бездельничать ничего не делать да и мы как-то меряемся успехами такими временными да вот вот сейчас вот но мы не знаем как это какие всходы даст вечности для нас это сейчас вот временное то есть это вот пасторы там там служители и христиане вот иногда вот не меряется вот обладание каким-то вот очень временными вещами понимаете который по сути не дают никакой надежды и утешение от того может быть и скучно и сейчас христиане нужно каждый раз закачивать друг друга какой-то радостью искусственной я как-то читал на одной конференции семинар миссия новом завете и конечно самый скучный семинар потому что там миссия в индии миссия на благовесие на улицах молодежи это такие практичные очень интересные да вещи а тут миссия ну как она была тогда не смысле вот это стих хочет нас пойти туда не то так вот она была тогда вот в том мире как вот и там были семинары на выбор у меня было где-то вот класс такой чек 30-40 наверно что там было во время шли три-четыре семинара из и зашли ребята из они были просто не знаю они миссионеры в индии наш я думаю ну вот они сейчас зайдут и скажут что ты парень тут рассказывать ну вот у нас тут еще пыль и индийская вот еще на кроссовках дальше мы знаем миссию а ты там рассказываешь но не так было классно не ряда нам нужно какие-то вещи фундаментально в конце когда мы сделали такой обзор миссионерство апостола учеников просто так закончу такими словами вы знаете нам сейчас чтобы послать вдохновить друга на миссию нам нужно строить какие-то конференции не когда-то пригласили быть гэс спикером но таким спикером как гостям на одну конференцию если несколько там в середине конференции такой ужин банкет и хорошая миссия такая интернациональная международная большая и моя задача была толкнуть речь чтобы вдохновить молодежь там студентов на на миссию и вот я же знаете вот пример апостола павла дает хороший пример как вот вдохновиться на миссию когда он был в афинах да и он возмутился духом вот нам нужно возмутиться духом хотя бы однажды потому что мир наполнен идолами возмутиться так чтобы вот потом это возмущение всю жизнь выплескивалась проповеди евангелия и сейчас нам нужно вот я вспоминаю сколько этих конференции какие-то делать такие вдохновения там какого-то модного спикеру такого модную группу там привлать там лаги там разных стран то есть создать такой знаете вот а вот не было вопросов таких конференций по вдохновению по вдохновению такому спикеров модных было только одно христос воскрес и это достаточно и вот они пошли если их иисус собрал и петр да на тебе один загран паспорт там тот на тебе и мы даже не знаем вообще многих денег вот там в истории традициях там где-то вот фомане верующий дал тот который вот ну по преданию там умер в индии никаких конференций никаких и вот мы смотрим на это вот весь апостола паула этой надежды и и утешение рады вот вечности да и она вдохновляет она дает и он тратит свою жизнь он это я бы уже хотел бы давно туда но просто вот вам ребятам нужен вам не можете вы еще тут без меня ничего помните и вот это послание он очень простое начальное для самых первых верующих но она нас смиряет венуться особенно тех кто очень усложнился и заскучал своей жизни вот венуться вот в юность или в детство своей веры не посади призывы там венуться первой любви нет а может посмотреть и ощутить вот что надежда то самая главная надежда на вечную жизнь она дарована жизнью во христе и это была такая пасторское слово павла вот этой церкви которая испытывала вопрос смерти ну что многие верующие начали беспокоиться своих мертвых родственников а что же с ними ну да мы получили то есть мы у нас есть а что с ними потому что их мир раньше не не знал этих вещей и потому что павлу не было много времени все объяснить все рассказать но он дает им им утешение и надежды по руси возвращение иисуса христа поэтому если у вас бывают такие проблемы перечитайте вот эти вот но зажгитесь да это проблема вопрос к тебе верующую паника а в смысле паника что радость от ожидания или а да завершая вопрос ну мы уже после переменки поговорим об эскатологии до что даже вижу не знаю нет времени паника того что ну если есть паникеры люди по природе вот это вот но мы уже потом после переменки поговорим да ну чтобы будет раз